Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Зачем это нужно? Мне 33 года, нравится мужчина 45 лет, но много невозможного для отношений. Он стар для меня, он руководитель, он женат. Я и замуж за него не смогу выйти и родить от него. У нас отношения обречены заранее, мне выбрать мужа умом или все-таки сердцем и душой? Ну вот, чувствуется, что здесь, конечно, вопрос задается с некоторой такой провокацией. Да, то есть это провокация, потому что только вы сами выбираете, как вам, значит, с кем вам строить отношения. Никто за вас этого делать не может и не будет, да. Можно, ну, как угодно можно, можно к этому относиться, да, как угодно можно говорить, вот, что угодно можно говорить, но все равно по факту, по факту выбираете вы, только вы, вот, как именно вы выбираете, что именно вы выбираете, кого именно вы выбираете, но это, пожалуй, что полностью зависит от вас и только от вас. Я не думаю, что можно вам, значит, ну, как бы, вот, отвечать на, вот, таким образом поставленный вопрос, да, вот так поставленный вопрос. Я не думаю, что вам можно на него отвечать, значит, вот так, как вы его ставите, вот, потому что это ваша жизнь, это ваш выбор, и, соответственно, вы за этот выбор, вот, а в целом, ну, я думаю, что решите ответственность. Другой вопрос заключается в том, значит, что есть ваши чувства к человеку, да, то есть, ну, вот, если мы говорим одно, в том, что вы вроде как влюбились в мужчину, да, который, вот, там, намного, как, выясняется вас дальше, что это за чувство, которое вы испытываете к нему, вот, какого рода это чувство, потому что, ну, одно дело, если, если вам хочется что-то для человека делать, если вы хотите сделать его немножко более счастливее, чем он есть, то есть, ну, вот, сейчас, да, если вам хочется, значит, помочь ему в развитии каком-то, да, то есть, опять же, что-то, что-то вот для него сделать, ну, я в таком случае думаю, что не так важно, а, значит, выйдете ли вы из него замуж или нет, я думаю, что не так важно родить вы от него или нет, я думаю, что важнее то, что вы можете для него сделать, в этом смысле, другое дело, другое дело, другое дело, если вам по какой-то причине этого недостаточно, другое дело, другое дело, если вы сами чего-то хотите, другое дело, если вам хочется чего-то, если вы хотите выйти замуж и родить, как вы говорите, здесь вопрос заключается в том, а каким значением вы это, вы это, ну, наделяете, то есть, каким значением вы наделяете то, что вам нужно родить, выйти замуж и так далее, вот это интересно, ведь замужество, и рождение ребенка не предполагает прогнозирование, то есть, это результат взаимодействия между людьми, вообще-то, вот, и соответственно, это может быть, а может и не быть, это может случиться, это может случиться, а может и не случиться, и вот то, что вы хотите, чтобы обязательно, чтобы это случилось, то есть, то, что вы хотите, чтобы обязательно у вас был ребенок, чтобы вы обязательно вышли замуж, вот, то вот это, конечно, вопрос, это вопрос, потому что, а про любовь ли здесь, говорим ли мы здесь, говорим ли мы здесь о ваших чувствах к мужчине, например, или мы говорим о чем-то другом, мы говорим, например, о какой-то вашей потребности, мы говорим о каких-то ваших желаниях, мы говорим вот о чем-то еще, да, и вот как мне кажется, как мне кажется, эти вещи нужно разграничивать, мне кажется, что эти вещи нужно различать, и конечно, если для вас это требования, если для вас это ценность, я имею ввиду замужество и рождение ребенка, вот, то естественно, что в таком случае мужчина вам не подходит, по крайней мере тот, о котором вы говорите, вот, не подходит, потому что он не может дать вам того, что хотите вы, и все, тут, в этом смысле все довольно-таки очевидно, в этом смысле все довольно-таки понятно, другой вопрос, хотите ли вы этим заниматься, хотите ли вы, ну, как-то в этом направлении работать, да, то есть, если у вас есть, вот, получается, такое, жесткое, в какой-то степени, требование, да, то как-то в этом требовании вы, как будто бы не уверены, вот, вы не готовы, как будто бы этому требованию следовать, вы не готовы, как будто бы этому требованию соответствовать, потому что вы выбираете другого человека для фактических, для фактических отношений, вот, и, соответственно, возникает вопрос, так, а может быть, может быть, на самом деле, вы несколько иначе относитесь, вот, к замужеству и ребенку, может быть, есть что-то, что пугает вас в замужестве, и ребенку, может быть, вам кажется это очень тяжелым, чем-то трудным, вот, я имею в виду замужество и ребенок, понимаете, да, поэтому, нужно смотреть, как у вас относятся эти две, в принципе, ну, я бы сказал, что, наверное, противоречивые аспекты, вот эти два противоречивых аспекта, как они у вас отражаются, как они у вас отражаются, потому что есть разные варианты, потому что есть разные нюансы, скажем так, да, вот. Дальше, вы говорите, что мужчина для вас стар и тут тоже есть вопрос, ну, например, почему вы решили, что он стар, да, что есть стар? Вы говорите, что я не могу от него родить, нет, родиться от него вы как раз можете, но это не то, чтобы сложно, именно родить, то есть забеременеть и родить не так, чтобы очень сложно. Да, замуж за него вы, вероятно, не выйдете, но не потому, что он стар, потому что он женат и, скорее всего, от своей жены не уйдет, иначе бы уже ушел, вот, и это отсылает нас к тому, да, вот. На мой взгляд, старость человека определяется не возрастом, а тем, как вы, любой, чувствует себя вместе с ним. То есть, если вы рядом с этим человеком чувствуете что-то вроде подъема, вдохновения, воодушевления, да, и в целом вам нравится то, что вы чувствуете, и в целом нет таких ощущений у вас, как бы, что вот, ну, что-то вас ограничивают, то почему же он старый. Но если такие ощущения, ощущения есть, то это, конечно, уже совсем другой разговор. В этом случае все совсем по-другому. Вот. Дальше вы пишете, мне выбирать мужа умом или сердцем на душу? Крайне сомнительный вопрос. Сомнительный, потому что я не думаю, что вам нужно и можно выбирать мужа. Ну, на самом деле, вы не выбираете мужа. Вы выбираете человека, вы выбираете лично, но не мужа. Ну, вот. Мужем мужчина вам становится только, но вы не выбираете мужа, вы выбираете человека. Поэтому то, что вы в данном случае фиксируетесь на социальном статусе, ну, вот, ваших, скажем так, отношений, да, она вызывает серьезные вопросы. Серьезные вопросы вызывает. Вот. Потому что это говорит об этом, что вы не позиционируете себя как, ну, как личность, скорее всего. И вы другого человека, по моему мнению, также не видите как лично. Вот. Почему? Потому что в противном случае вы бы не говорили бабу, чтобы искать мужа. У вас не было бы такого. Не было бы, не было бы у вас мыслей о мужа. О человеке, да. О личности, да. Но не о мужа. Вот. Это очень большая и существенная разница. Поэтому необходимо, если вы хотите выстраивать гармоничное отношение в тело. Вот. Я думаю, что, как я думаю, вам крайне желательно вот обходить потихонечку от вот этой такой тенденции восприятия. Восприятие. Мужчин. Так, как потенциальных. Мужей. И переход. Все таки. Переход на. Более такое. Личностные отношения. Вот. Это то, что вы можете сделать самостоятельно. В том числе с помощью психолога, да. То есть психолог вам в этом смысле, конечно же, поможет. Вот. Вот. Психолог. Психолог поможет вам в этом направлении идти. Вот. Может быть, глядишься, тогда вы перестанете фиксироваться, вот, ну, в первую очередь, именно на социальном статусе людей. Вот. Сейчас же. Сейчас же очень похоже, что вы просто выбираете, вот, ну, это как, ну, товар на прилавке будет. Подходит мне этот повар или нет. Ну, я думаю, что никому было бы неприятно, если бы его выбирали, вот, как раз на этом самом прилавке. Вот. Поэтому я и хочу, чтобы вы в какой-то степени, да, немножечко пересмотрели свое отношение, значит, к этому. Ну, вот. Потому что, на мой взгляд, это, в первую очередь, довольно серьезно обесценивает вас, и, во вторую очередь, это обесценивает человека рядом с вами, вот. То есть, ну, вот. Мужчина. Мужчина. Это обесценивает. Рядом с вами. И это, опять же, как мне видится, серьезная троганность. Что касается выбора, то вы действуете, вам здесь, вам нужно действовать исключительно из своих ценностей, которые у вас есть. То есть, если для вас ценность, это выбор сердца, и вы готовы к некоторым трудностям в этом направлении. Это одно. Но, если вы не готовы к трудностям, то есть, у вас по ощущениям возникает такой вот момент, что, ну, не стоит оно того, да, вот. Что не надо, что важнее другие вещи, например. То, конечно, в таком случае лучше вам не пытаться быть той, кем вы не являетесь. То есть, это вопрос как бы такого самоопределения, да, вопрос такой вот, можно сказать, внимательности к себе. Вот. И это вопрос, ну, я бы сказал, индивидуального решения. Может быть, вам это сложно. Может быть, вам это трудно. Но, тем не менее, вот, вот так. Никто вам не подскажет. Я бы рекомендовал здесь обратить внимание, конечно, на ваше собственное сопротивление. То есть, вот, например, когда вам говорят, да, что, вот, ну, выбирать надо, надо умом, да, мужа. То же самое, как вы на это реагируете. Вот, то же самое, как вы на это реагируете. Вот, буквально. Какая у вас реакция на это? Вот, я думаю, что в этом ключе и нужно двигаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.